Азбестовский городской суд подвел итоги работы за 2016 год. Как выяснилось, в минувшем году вдвое выросло число осужденных женщин по сравнению с 2015 годом. В прошлом году Азбестовским городским судом рассмотрено более двух тысяч дел. Основную массу составляют дела, относящиеся к сфере гражданского права. На втором месте по количеству уголовные дела и наименьшее число в судебном производстве составляют дела об административных правонарушениях. По итогам рассмотрения наблюдается небольшое уменьшение поступивших и рассмотренных уголовных дел. В частности, по таким видам преступлений, как убийство, грабеж, неправомерное завладение транспортным средством, преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также преступления за нарушение правил дорожного движения. Вместе с тем, по некоторым категориям преступлений отмечается тенденция к увеличению дел, таких как кража, мошеннические действия, присвоение и растрата чужого имущества. В городском суде отмечают рост случаев разбойных нападений, незаконных действий с оружием и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Почти вдвое выросло число осужденных женщин, в основном за такие преступления, как кража, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. По составу лиц в минувшем году необходимо отметить повышение показателей безработных лиц, количество которых возросло почти в два раза, а также лиц, находящихся в момент совершения преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Возрос показатель групповой преступности и лиц ранее судимых. К реальному лишению свободы осуждено 123 лица. Условное осуждение получили 58 осужденных. Исправительные работы, штраф и иные меры наказания назначены в отношении 105 осужденных. Гражданские дела в минувшем году были представлены главным образом жилищными спорами и спорами, связанными с землепользованием, а также спорами, возникающими из семейных взаимоотношений. Растет количество трудовых споров по заявлениям работников о восстановлении на работе, взыскании зарплаты за время вынужденного прогула или компенсации морального вреда. Среди административных дел лидируют нарушение миграционного законодательства, неповиновение сотруднику полиции, мелкое хулиганство и нарушение правил дорожного движения. Административные наказания в виде административного ареста назначались правонарушителям в большинстве случаев за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а также мелкое хулиганство. Наказание в виде штрафа назначалось за совершение административных правонарушений в области дорожного движения, а также за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию или режима пребывания. А с Бестовским городским судом регулярно проводится профилактическая работа с образовательными учреждениями, направленная на правовое воспитание несовершеннолетних и защиту их от противоправных деяний. Учащимся рассказывают о том, какие права и обязанности существуют у ребенка в Российской Федерации и куда обращаться, чтобы защитить свои права. Также для обеспечения открытости судебной власти функционирует сайт городского суда в сети интернет. Здесь размещена актуальная информация о работе суда, а также сведения об оплате куспошлины и образцы исковых заявлений. Татьяна Мельникова, Владимир Денисов, Новости АТВ.